Дорогие друзья, новый день обещает новые эмоции, впечатления, ощущения, предложения и новые встречи. Мы безумно рады новой встрече с вами. В эфире телемагазин, и в ближайшие часы вы можете заниматься своими домашними делами, ну и, конечно же, краем глаза посматривать телемагазин, можно нас и слушать, и, конечно же, большое количество интересной информации вас ждет в ближайшие 60 минут. Ну а о чем эта информация в следующем анонсе? Сегодня в телемагазине Пандемия COVID-19 продолжает менять мир. Во Франции бегут марафон на балконах, а американцы играют свадьбы прямо на Манхэттене. Расскажем вам, как обстоят дела в Молдове с будущими мамами, у которых подозревают коронавирус. В качестве предложения дня – комнатный гриль, который позволит готовить вкусную пищу круглый год. Вы сможете приобрести его всего за половину изначальной цены. Читайте детям сказки на ночь. Американские ученые объяснили, почему это нужно делать непременно и как чтение на ночь развивает способности ребенка. Телемагазин. С нами интересно. Ну что ж, дорогие друзья, как показывает наш сегодняшний анонс, жизнь не стоит на месте даже во время пандемии. И мамы готовятся стать многие женщины, те из них, кто уже заразился болезнью, а также и те, у кого ее только подозревают, смогут родить в Кишиневском муниципальном роддоме номер 2. Это медучреждение было оборудовано соответствующим образом. Туда уже доставили 5 беременных женщин с подозрением на COVID-19. Вирус у них не подтвердился, а одна из пациенток уже родила, сообщила глава управления здравоохранения Татьяна Бучарски. Это медучреждение. Для этого вируса были установлены 2 трасеи. Для пациенток и для пациенток состоящих, которые подозрёта, они оборудились с оборудованием. Принолируем, уроки подозрагаются, представивающие подозрения пациенток и пациенток подозрения. До рождения у нас, мы установили из-за любого гигиопа, В Молдове всего одна беременная женщина заразилась коронавирусом. Она инфицировалась от своей свекрови, которая вернулась из Италии. Позже министр здравоохранения Виарико Думбревиану объявила, что состояние женщины удовлетворительное и нет никакой угрозы для дальнейшего развития плода. Мировые исследования также показали, что опасный вирус не передается от беременных женщин к ребенку. К такому выводу пришли и китайские ученые после того, как следили за четырьмя заболевшими беременными женщинами, которые родили здоровых малышей. Следующая статья была уже опубликована в журнале Frontis in Pediatrics. Таким образом доказано, что эта болезнь не страшна, если вдруг мама уже заражена, болезнь не передается ребенку. Ну что, дорогие друзья, пока работа одних переживает кризис из-за пандемии коронавируса, другие профессии на пике спроса. Например, к психологам стали обращаться чаще. Они отмечают, что пациенты жалуются на тревогу и ощущение беспомощности. Но даже в этой ситуации людей призывают думать позитивно, не поддаваться панике и рационально смотреть на вещи. Психолог Анна Николуеш говорит, что многим нужна психологическая помощь, потому что люди находятся в состоянии тревоги, их беспокоит ситуация, вызванная новым коронавирусом. В этот период очень важно разделить то, что нам подконтрольно, что мы можем сделать и что от нас зависит, а того, что мы не можем контролировать. Разграничивая эти стороны, мы легче перейдем через сложную ситуацию. Психолог Зинаида Гребинча отметила, что в этот период многие родители обращаются за советом к специалистам, как объяснить детям, почему надо сидеть дома и что такое карантин. Родители должны общаться с детьми, рассказывать о том, что они чувствуют, побуждать думать позитивно и адекватно в этот сложный период. Психологи рекомендуют людям найти домашнее увлечение и не выходить из дома. Жители Молдовы тоже беспокоены, как не потерять форму во время коронавируса. На помощь приходят тренировки онлайн, которые охватывают большие аудитории. Например, виртуальное занятие одного нашего тренера собрало около двух тысяч просмотров. И следующего сюжета мы узнаем, как не потерять время в период карантина и позаботиться о своем здоровье. Поднимаем ноги вправо. Важно, чтобы колени оставались на уровне пальцев. Кристиан Чеботарь – спортивный тренер. У него около 30 тысяч подписчиков в Инстаграме. Вместе со своей женой Екатериной они строго соблюдают режим карантина, но при этом не отказались от физических упражнений. Более того, парень решил проводить тренировки онлайн совершенно бесплатно для всех, кто находится дома. Наша первая тренировка длилась 50 минут. Для каждой группы мышц мы сделали по три упражнения, три подхода, 10-20 раз. В начале было 2800 человек. Спустя 15 минут осталось 1600, которые работали по-настоящему. Кристиан занимается спортом вместе со своей женой, которая начала приходить в форму после родов. Считаю, что за тренировками онлайн будущее, потому что заниматься с тренером не так уж и просто. У спорта онлайн много других преимуществ. Принтри принципиале авантажа от тренировок онлайн есть фантасты, что экономисты бани и тимп. Но, самое главное, рамынете в сигуранта. Тот что вы хотите, это в интернете, но для этого не требуется, что вы выходите. Ашако стати акаса, работайте спорт и урмарите эмиссиуна Телемагазин. Супруги говорят, что соблюдать режим карантина совсем нелегко. Но они не унывают. Они развлекаются как могут. В компании самых близких членов семьи и щенка, который дарит всегда только хорошее настроение. Мы сидим дома, потому что беспокоимся. Не столько о своем здоровье, сколько о здоровье наших бабушек и дедушек. Потому что именно они в зоне риска. Другая пара предлагает онлайн занятия по йоге. Супруги уверяют, что она уменьшает стресс, мышечные боли и избавляет от скуки. Это такие тандемы, которые действительно очень оптимистично смотрят на жизнь и заставляют точно так же оптимистично смотреть и всех окружающих. Денис, как ты? Ты страдаешь от, скажем так, нехватки или меньшего количества спорта в твоей жизни? Ну, я давно отказался от лифта. В принципе, наша студия находится на первом этаже, редакция на втором. Вот эти вот пробежки ежедневные по несколько раз за день. Они как бы практически восполняют все необходимое количество калорий, которые я накапливаю за целый день. Но, конечно, ощущается нехватка того, что хочется больше двигаться, хочется больше перемещаться в пространстве. Но надеюсь, что все изменится к лучшему. Но, в принципе, вот как ребята показывали в домашних условиях, можно все равно заниматься спортом. И надо заниматься спортом, потому что наше тело требует физической нагрузки. Главное, это еще и желание это все делать. Ну и потом, конечно же, скажем так, депрессии меньше будет, если вы будете двигаться, если спорт будет все-таки присутствовать в вашей жизни. Поэтому и себе, и вам желаю не останавливаться. Вот единственное, что я боюсь, что в этом году мне точно не удастся, ну, по крайней мере, это пробежать очередной марафон. Но вот хотя, вот после следующей новости я понимаю, что и это не преграда. Пробежал марафон на собственном балконе. Находящийся в изоляции гражданин Франции Элиша Нашамовец почти за 7 часов пробежал дистанцию в 42 километра. Действия проходили на балконе француза, длина которого составляет всего 7 метров. Результат спортсмена публиковал в Инстаграм, чтобы пробежать марафонскую дистанцию. На балконе ему пришлось сделать около 6 тысяч кругов. По словам француза, этим забегом он хотел подать пример безрассудным людям, которые, несмотря на рекомендации оставаться дома, продолжат выходить на пробежки. Его пост в Инстаграме собрал 3,5 тысячи лайков, хотя обычные фотографии не набирают и тысячи. Ну, большое количество последователей. Но я видел, что и в Китае, вот когда только началась эта проблема коронавируса, один из китайцев пробежал тоже на кухне, по-моему, у себя первый марафон. Но мне было его жалко, вот искренне жалко. Я не думал, что... Мне казалось, что Китай так далеко, нас это никогда не коснется. Оказывается, вот спустя там пару месяцев эта проблема пришла и к нам. Ты понимаешь, что... А если одни устанавливают такие спортивные рекорды, то другие устанавливают другие рекорды, когда они скупают такое количество еды, что, казалось, никогда больше не выйдут из дома, ты понимаешь? Поэтому кто что видит в кризисной ситуации, всегда, мне кажется, нужно найти какие-то плюсы, и можно это сделать. Ну и к следующим новостям. Тибо Куртуа хорош не только в футболе, но и в онлайн-играх. Вратарь клуба Реал Мадрид принял участие в виртуальном чемпионате Формулы-1. Бельгийский футболист сыграл на турнире Гран-при Бахрейна. Тибо Куртуа занял 13-ю позицию на первом заезде, а во втором к финишу пришел 12-м. Начало сезона Формулы-1 было отложено до июня по причине распространения вируса COVID-19. Организаторы самого важного соревнования в мире мотоспорта нашли решение и перевели заезды в онлайн. Гонка была организована Velos Esports, совладелец которой Жан-Эрик Верн. Двукратный чемпион Формулы-Е и бывший пилот Тора Россо. Куртуа проводил прямую трансляцию соревнования на своем канале на Twitch. Кроме Куртуа в гонке приняли участие пилоты Стофель Ван Дорн, Ландо Норрис, Эстебан Гутерриес, Нико Хюльтенберг и Николя Латифи. Победителем стал Чэн Цзу, который в реальной жизни участвует в гонках Формулы-2. Соревнования проводятся исключительно в соревновательных целях. Их результаты никак не повлияют на чемпионат мира. Я тоже скучаю по Формуле-1, так и являюсь поклонником, даже фанатом одной из команд. Не буду назвать какую. Но, по крайней мере, вот эта виртуальная гонка, наверное, очевидно, показала, что все-таки Формула-1, к сожалению, в последние годы оставалась гонкой бюджетов, а не гонкой профессионализма. И вот в онлайн-игре победителем стал гонщик, который соревнуется, вообще принимает участие в более низком уровне гонок. Это Формула-2, которая обладает не таким уж и большим бюджетом, как Формула-1, но в то же самое время он показал мастер-класс всем гонщикам с очень известными именами. То, что футболист вошел в двадцатку, даже на 12-13 местах расположился, это, на мой взгляд, вообще довольно интересная заявка. А у меня есть еще одна интересная новость для наших зрителей. Пара из Нью-Йорка нашла превосходный способ провести свадьбу в разгар пандемии коронавируса. Ралли Джиннис и Аманда Уиллер решили провести церемонию прямо на улице, а их друг зарегистрировал брак из окна своей квартиры. Пара должна была пожениться в октябре, но церемонию решили провести намного раньше. Причина в страхе, что пандемия коронавируса может сорвать их планы. Новобрачные решили организовать торжество прямо на улице. Они признались, что обожают Манхэттен, поэтому позволили себе разделить радость со всем кварталом. Мэтт Уилсон, их друг, зарегистрировал брак из окна собственной квартиры на четвертом этаже. Далее в программе. Если у вас дома несколько кошек и вы не знаете, чем их занять, мы подкинем вам отличную идею. Ну что ж, дорогие друзья, интернет покоряет новые безумные идеи. Например, с помощью приложения Gradient пользователи сети повально начали выяснять национальности, знаменитости и героев мемов. Результаты получаются довольно абсурдными. В социальных сетях вообще снова набрало популярность приложения. Оно начало свой старт еще в 2019 году, в начале осени. Она определяла якобы, на какую знаменитость похож тот или иной человек с загруженного снимка. Теперь в сервис добавили возможность выяснять еще и национальности, узнать на сколько процентов вы американец, иранец или итальянец. Однако пользователи соцсети активнее загружают в сервис фото героев мемов, чем свои снимки. ДНК-тест появился в приложении 13 марта. В описании обновлении указано, что функции используют искусственный интеллект. А также в считанные секунды анализируют черты лица и невероятно точно определяют этническое происхождение. Если загрузить снимок в приложение, то спустя несколько секунд оно покажет карточку с фотографией и список четырех основных национальностей в процентном соотношении. Я уже видел, что мои друзья давным-давно увлекаются этим приложением и понял, что среди моих друзей одни шведы, в основном скандинавы. Серьезно? А ты сам не пробовал? Нет, сам еще не пробовал, я боюсь просто, что там будет написано. Почему бояться? Это просто интересно, нет? Вот именно интерес и любопытство движут людьми и соответственно теми, кто придумывает такие приложения. Ну а мы движемся дальше, дорогие друзья. Крокодил, который умрет через сто дней. Комикс о неминуемой смерти стал интернет-феноменом в Японии и теперь он завершился. Сотни тысяч пользователей следили за героем, отсчитывая дни до финала. Теперь персонажа оплакивают в социальных сетях, а его смерти говорят на телевидении. 14 декабря в сети появился первый выпуск японского комикса «Крокодил, который умрет через сто дней». Четырехпанельные истории про будни героя «Крокодил» оказались абсолютно обычными. «Крокодил» ходил на работу, встречался с друзьями, смелился на телешоу. Однако в конце каждого выпуска автор напоминал, что через определенное количество дней персонажа ждет неминуемая смерть. Комикс стал настоящим интернет-феноменом. В Японии каждый день новую серию читали сотни тысяч пользователей про «Крокодила», делали мемы, рисовали арты. Его судьбу обсуждали и по телевидению, и в социальных сетях. Последнего выпуска комикса ждали с затаемным дыханием, потому что надеялись, что полюбившийся им «Крокодил» все-таки останется жив. «Крокодил» оказался трогательным. «Крокодил» спас жизнь цыпленка, которому грозила смерть под колесами автомобиля. Но для этого ему пришлось заплатить очень много. По словам художника, автора комикса «Крокодил, который умрет через сто дней», его творение отображает внезапность смерти и необходимость ценить каждую деталь жизни. Автор призывает людей подумать о том, как мы проводим нашу жизнь, срок который отмерен. Сразу после финального выпуска в Японии анонсировали аниме про смерть «Крокодила», который стал главным национальным героем начала 2020 года. Известные люди из разных стран жертвуют состояния, чтобы помочь остановить болезнь. Донателла Версачи направила 200 тысяч долларов в отделение интенсивной терапии больницы Сан-Рафаэля в Милане. Леди Гага с прошлой недели сидит на карантине и жертвует 20% прибыли с продажи косметики «Хауслабс» продовольственным магазинам и в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. Не остались в стороне и звезды из Барбадоса, конечно же, это Риана, которая также пожертвовала немаленькую сумму денег. Певица Риана недавно решила отметить заслуги врачей материально и пожертвовала из своего кармана 5 миллионов долларов на поддержку тех, кто находится на передовой по реагированию на COVID-19. И в особенности тех, кто помогает нуждающимся из выязвимых групп населения в Соединенных Штатах Америки, Карибском бассейне и Африке. Отмечается, что сумма будет потрачена на нужды организации, на продовольственные банки в США, на поддержку медицинского персонала и покупку необходимого оборудования, а также на обслуживание отделений интенсивной терапии и поддержание методов борьбы с вирусом во всем мире. Гранты получат общины с критическим количеством защитного снаряжения, с нехваткой медикаментов, оборудования при дефиците продовольствия. Это учреждение во многих странах и регионах, сказано в сообщении фонда. Популярная певица также пообещала пожертвовать деньги для помощи пожилым людям в США. Именно эта категория в группе риска. Ну а мы возвращаемся опять в Японию. Чем только не занимаются сейчас люди, чтобы убить в свободное время, каждый что-то пробует в этой жизни первый раз. Например, сообразительный житель Японии ставит эксперименты над своими кошками и снимает одно видео, а потом выкладывает в YouTube. Не пугайтесь, ничего страшного он со своими питомцами не делает. Японец попросту строит для них длинные цепочки из домино, а затем позволяет своим пушистым друзьям волю их разрушать. А разрушать то, что кошки любят в первую очередь. Хитроумные конструкции японца устроены так, чтобы побуждать четверолапых контактировать с домино. Например, владелец животных подкармливает их, дразнит любопытство дверным звонком и игрушечными машинками. Но его питомцы, кажется, настолько блинились, что вальяжно наблюдают за происходящим и не спешат вступать в бой. Они сидят в корзинах или коробках и время от времени вмешиваются в ход эксперимента. И так 3,5 минуты. В конце выясняется, что все эти сооружения из домино нужны были только для того, чтобы угостить животных кормом. Так что если вы скучаете дома и вам нужно как-то развлекать своих кошек, берите идею на вооружение. Берите идею на вооружение, пока есть много свободного времени, потому что когда начнется вновь работа, я думаю, бедные кошки будут скучать вашему вниманию. Ну, хотя бы сейчас они его получают. Ну, а мы движемся дальше, дорогие друзья. Журналисты одного из телеканалов составили топ-5 самых любимых персонажей мультфильмов, на которых выросло не одно поколение. Итак, на пятом месте рейтинга находится Белоснежка Принцессис, который начинался вообще полнометражный Дисней. В принципе, полнометражная звуковая анимация исполняется уже 83 года. На год старше Белоснежки. Это самый круглый персонаж, знаком, конечно, каждому из детства. Он полностью состоит из теста. И зовут его, конечно же, Колобок. С момента, когда Колобок укатился от бабушки и дедушки, прошло уже 84 года. Еще один заслуженный анимационный пенсионер – это Микки Маус. Впервые он появился в мультфильме «Проходик Уилли» в 1928 году. Самому известному в мире мышонку 92 года. Первоначально Уолл Дисней хотел назвать его Мордимером, но жена великого мультипликатора переубедила его. Она же посоветовала, чтобы у Микки была пластика Чарли Чаплина. И сегодня Микки еще и самый богатый мультипликационный персонаж. Стоимость бренда почти 6 миллиардов долларов. Старший Микки Мауса – Майдадыр, кстати, я был удивлен. Ему 93 года. Первый анимационный начальник умывальников и командир мочалок появился на экранах в далеком 1927 году. И на первом месте журналистского топа находится кот Феликс в знаменитом черном мурлыке с большими глазами и, конечно же, широбкой улыбкой. 101 год. Впервые он появился еще в далеком 1919 году в немой анимации. Вот сейчас мы видим, как это выглядело. Вот я не знаю, ты понимаешь, как бы вот все персонажи мы с тобой знаем. Но когда их создавали, когда их придумывали, никто даже не задумывался, что они переживут столетия. Да, да. Ну прямо сейчас, конечно, мы возвращаемся опять к сказкам. Читайте сказки детям. Не только чтобы развлечь или помочь заснуть. Американские исследователи установили, что мозг развивается быстрее у тех детей, родителей которых каждый вечер читают сказки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Но помню, как мне родители все-таки читали сказки. Насколько я знаю, ты со сказками тоже. Я со сказками на ты, я сказки люблю, сказки, конечно же, читала своим детям. Но многие мамы прекрасно знают, что начинать читать детям сказки нужно еще тогда, когда не в утробе. Пока выбираете любимую сказку для своего ребенка, мы перейдем прямо сейчас на короткую рекламу.